Рамка текста. В CorelDRAW рамка текста выполняет ряд определенных функций. Например, с помощью нее можно изменять размер текста, сделать текст наклонным и многое другое. Рассмотрим возможности текстовых рамок в CorelDRAW X5. Рассмотрим возможности рамки текста на примере фигурного и простого текста. Для начала нам понадобится создать фигурный и простой текст. Выберите инструмент «Текст» на панели инструментов слева. Также вы можете его выбрать с помощью кнопки F8. Затем щелкните в любой области страницы открытого документа и введите текст. Фигурный текст создан. Теперь создадим простой текст. Создайте рамку и введите текст. Перемещать текстовые поля вы можете с помощью инструмента выбора, изображенного в виде стрелки. Для этого зажмите левую кнопку мыши на текстовом поле и переместите его на другое место. В этом случае разницы в работе с фигурным и простым текстом нет. Как вы видите, рамка простого текста служит для ограничения текстового поля. За ее пределы текст не выходит. У фигурного текста такой рамки нет. Поэтому он и служит в первую очередь для коротких предложений или отдельных слов. Если переместить маркеры текстового поля, то изменится размер самой рамки, в то время как текст останется прежнего размера. Если переместить маркеры фигурного текста, изменится размер самого текста. Таким образом вы можете менять размер фигурного текста. Инструментом выбора вы можете наклонить или вращать рамку простого текста. Для этого кликните два раза по рамке простого текста. Как вы видите, вместо маркеров появились двойные стрелки. Угловые стрелки позволяют вращать рамку. Для этого наведите курсор мыши на двойную стрелку, расположенную в углу текстового поля, и зажав левую кнопку мыши переместите курсор. Рамку простого текста также можно наклонить. Для этого необходимо навести курсор на одну из двойных стрелок, расположенных по бокам текстового поля. Затем, зажав левую кнопку мыши, переместите курсор. Такие же действия, только уже с самим текстом, вы можете проводить с рамкой фигурного текста. Инструментом выбора вы можете наклонить или вращать фигурный текст. Для этого кликните два раза по области фигурного текста. Как вы видите, вместо маркеров появились двойные стрелки. Наведите курсор мыши на двойную стрелку, расположенную в углу фигурного текста, и зажав левую кнопку мыши переместите курсор. Текст будет перевернут на нужный угол. Также текст можно наклонить. Для этого необходимо навести курсор на одну из двойных стрелок, расположенных по бокам. Затем, зажав левую кнопку мыши, переместите курсор. Текст будет наклонен в ту сторону, в которую мы переместили соответствующую стрелку. Также текст можно перевернуть. Рассмотрим, как это сделать с помощью мыши и рамки текста. Выделите инструментом выбора простой текст. Затем переместите угловой маркер рамки по диагонали. Рамка перевернется. В ней также перевернется и текст. Таким образом, вы можете легко поставить текст с ног на голову. Перевернуть фигурный текст можно таким же образом. Выделите инструментом выбора фигурный текст и переместите угловой маркер по диагонали. Текст перевернется. Таким образом, рамка текста выполняет важную роль в редактировании. С помощью нее вы можете создавать различные эффекты, переворачивать текст, изменять его размер и другое.